Вы можете либо отправиться на поиски значительного места, либо сделать значительным любое место. Только когда вы станете значимыми как жизнь, вы увидите, что неважно, чем вы занимаетесь, любое занятие будет стоящим. Только представьте, если ваши мысли и эмоции станут приятными, а ваше тело таким, что его как будто бы нет, какой станет ваша жизнь? Намаскарам Садгуру Насколько значимо то место, где мы медитируем? В этом вопросе есть одна сложность. Если я отвечу «да», начнутся проблемы. Если я отвечу «нет», начнутся проблемы. Так что и «да», и «нет». Да, потому что, конечно, разные места создавались по-разному. Некоторые места были созданы для определенных целей. Если вы сядете медитировать в храме Дьяна Линга, то поймете, что это место было спроектировано таким образом. Или просто могло быть так, что некоторые люди или некоторое обстоятельство сделали отдельные места священными. В этом вся суть паломничества. Люди отправлялись на поиски таких мест. Но с другой точки зрения, вы можете либо отправиться на поиски значительных мест, либо сделать значительным любое место. Я полагаю, что второй вариант лучше. Но для этого ваше присутствие должно стать значительным. Что это значит? Все просто. Существует три измерения вас. Можно выделить и больше, но, по сути, у вас есть физическое тело, у вас есть психическая структура мыслей и эмоций, и у вас есть энергетическое тело. Все эти три измерения пронизаны определенным кармическим содержанием. В зависимости от этого кармического содержания, ваше тело ведет себя одним образом, ваш ум ведет себя другим образом, ваши энергии ведут себя еще как-нибудь. В одних и тех же ситуациях разные люди ведут себя по-разному. Это проявляется во всех измерениях. Тело ведет себя иначе, ум ведет себя иначе, и энергии ведут себя иначе. В какой-то степени, начиная с базовой практики Шамбою, Махамудры Крия, мы работаем над перестройкой этих измерений таким образом, чтобы на первом месте всегда была жизненная энергия, чтобы тело не было превалирующим аспектом вашей жизни, потому что в этом случае оно будет занято своими компульсивными мелочами, и это все, на что оно способно. Если будет преобладать ваш ум, то большую часть времени вы вообще не будете знать, чем вы заняты. Вы всегда будете думать о свободе или подражать соцуму, в котором живете. Вот и все. Да, вы будете или подражать ему, или сопротивляться ему. В любом случае, вы будете рабом того, что происходит вокруг вас, потому что так работает ум. Вы должны настроить себя так, чтобы жизненная энергия вышла на первое место, стала главным аспектом, а ваше тело и ум стали второстепенными аспектами. Если это произойдет, то место не будет иметь значения. Любое место будет прекрасным. Любое место, где вы сядете, станет значительным, потому что значительной станет ваша жизнь. Когда я говорю про значительность вашей жизни, я не имею в виду социальный контекст. Смысл не в том, насколько вы значительны в мире. Вы станете значительны, как жизнь. И только когда это произойдет, вы увидите, что неважно, чем вы занимаетесь, любое занятие будет стоящим. Простые дела, сложные, большие, маленькие, это не будет иметь значения. Какой бы мелочью вы ни занимались, это будет замечательно. Просто потому, что вы стали значительными, как жизнь. Если вы позволите своему телу стать значительным, вы просто будете работать на него. Сколько проблем появляется у людей из-за того, что они постоянно стараются удовлетворить свое тело. У большинства людей простые еда, солнце, выкупление и смерть занимают всю жизнь. Вся жизнь уходит на то, чтобы все это организовать. И еще есть психологический бред, который продолжается бесконечно. Только представьте, если ваши мысли и эмоции станут приятными, а ваше тело таким, что его как будто бы нет, какой станет ваша жизнь? Вот какой она будет. Просто не будет иметь значения, где вы и что с вами происходит. Потому что, на самом деле, как жизнь, вас ничего не беспокоит. Есть только дискомфорт тела и ума. Вот и все. Не так ли? Но в этом весь ваш мир. В этом все ваши страдания. Физический и ментальный дискомфорт. Если эти два аспекта станут незначительными, не то чтобы исчезнут совсем, просто станут второстепенными, то жизнь станет значительной. И вам не понадобится совершать паломничество к святым местам. Прекрасным будет любое место, где вы находитесь. Вообще-то, само ваше присутствие сделает такое место значительным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok